добрый день дорогие друзья всем добрый день и мы продолжаем изучать тору сегодня у нас 20 вот видите доллар и значит сегодня мы находимся в 24 nissana 9 день о мира сегодня девятый день неделя и два дня значит прошло уже от песаха мы приближаемся с каждым днем мы приближаемся к шавоту дарование тора и по идее должны исправлять свои качества значит сегодня сегодня мы читаем продолжаем изучать одну и ту же книгу да а йом йом да сегодня день значит сегодня говорит нам в этой книге любая 4 такую интересную идею что когда мы считаем сферата омер сферата омер мы читаем то в эти дни не говорят шейхияну шейхияну это такое специальное благословение которое обычно говорят обычно это благословение говорят когда например приходит праздник или когда покупает какую-то для себя очень важную вещь которую он там хотел мечтал раньше это была новая одежда или например когда человек ест фрукты нового урожая вот он год не ел например что-то и тут он съедает то есть шейхияну шейхияну да всем шалом шалом шейхияну это что мы говорим благословен ты бог шейхияна что дал нам дожить выйти иману и дал нам значит устоять не просто дожить а устоять выйди я но и привел нас лизма назад к этому времени и вот это благословение в дни когда считается омер между песохом и шалотом не говорят почему это считается такие полутраурные дни полутраурные дни они считаются со времен когда в это время умирали ученики раби ативы сегодня как раз вот урок тоже все вообще крутится вокруг раби ативы и вот значит они умирали он мы такой полутраурные дни ведь и не бреемся в эти дни как раз не бреемся чтобы такие заросшие ходим вспоминаем про учеников раби ативы и а значит здесь в чем в чем он нашел такую идею на которую хотел обратить наше внимание что вот с одной стороны был праздник песох и мы приближаемся к празднику шавод это время между двумя праздниками с другой стороны в это время и она называется полутраурные дни такие чуть-чуть то есть он говорит смешано в в добре есть все равно примесь какая-то зла которое надо исправить это вся наша жизнь то есть везде есть в добре элемент недоброго и этот элемент надо найти и убрать и в этом смысл как бы очень глубокий можно найти смысл во всей нашей жизни да то есть человек он все время вот пытается разделить свою жизнь и вытащить из нее как бы вытащить из него больше добра и убрать чтобы было меньше зла как меньше плохого как когда-то помню еще был не религиозный так был очень популярный тост такое пожелание это идет тоже все от благословения такие пожелания так давайте выпьем чтобы у нас все было и нам за это ничего не было но так не бывает чтобы у тебя было все было и те за это ничего не было то есть ты должен за все что у тебя было должен все в этом мире очень выверено и дальше мы сегодня узнать как это работает еще одна идея еще одна идея обретение неба на земле вторая книга значит обращает внимание на такую вещь автор этой книги вот если человек верующий да если он верит бога он говорит если вы действительно верите в то что бог вам поможет отчего же на вашем лице отпечатаны несчастья и тревога если вы на самом деле в это верите так радуйтесь то есть о это вот очень такая хорошая идея которая помогает взглянув на себя в зеркало определить на какой стадии веры в бога ты находишься если человек верующий такой по-настоящему как у него лицо будет радостно он верит что бог все к лучшему делает вот все что происходит все к лучшему и если сейчас даже не очень хорошо то будет хорошо ну я например вчера ко мне приехали мои друзья приятеля знакомые приехали я их не видел давно не видел я где-то с марта месяца с начала марта уже больше месяца да и они как раз тогда они беженцы из украины они от войны прям переходили границу там ну вообще и они сюда приехали и я говорю вот вот поверьте говорю война закончится ну максимум за неделю вот все я вам точно говорю я даже писал поздравлял всех вот сейчас начались мирные переговоры сейчас точно о мире договорятся это когда первые еще переговоры начались и она так она меня смотрит такая говорит ну что вот вчера она приехала а я говорю вот вы знаете я сейчас вам тоже самое скажу вот я верю что вот в течение недели все закончится я говорю я верю то есть я человек верующий я верю что бог хочет нам только добра и значит поэтому я верю что она все может завтра закончится и хочу чтобы это было но она не заканчивается пока хорошо я сегодня верю что завтра закончится завтра буду верить что завтра закончится послезавтра буду тоже верить что завтра закончится все теперь вот так проверяется эта идея этой книги как получить небо на земле, это все время верить, что Бог поможет, что будет все хорошо. Есть анекдот на эту тему, когда один, значит, очень богатый человек, его дочка, она решила выйти замуж за, ну, рассказывает эту историю и про священников, христианских, и про раввинов, в общем, рассказывает, она решила выйти замуж за святого человека, за ученика Ешивы, который решил посвятить свою жизнь только изучению Торы, молитвам, служению Богу, то есть решил не заниматься материальными вопросами. И она его полюбила, как, опять же, вернемся к рабе Ативе, это известная история, что его жена, дочка олигарха местного, его звали Кальба Савуа, Рахель ее звали, она увидела рабе Ативе, он тогда был просто пастух Атива, и захотела выйти за него замуж, пришла к папе, папа сказал, что если ты за него выйдешь замуж, я тебя лишу, лишу приданного наследства, всего я тебя лишу, и она все равно вышла замуж, он ее лишил всего, а потом рабе Атива стал великим мудрецом, и он ей вернул все еще и больше, чем рассчитывал. Ну, это прошло через, там, 24 года после их свадьбы. Так вот, значит, в этой истории, в анекдоте, девушка, дочка олигарха, выбрала себе мужа вот такого святого парня, который только хотел служить Богу, и, значит, отец ее решил с ним встретиться, и он пригласил его на беседу. Ну, он такой молодой, вдохновленный юноша, он ему говорит, скажи, а вот моя же дочка, она же привыкла жить в богатом доме, а как ты дом такой обеспечишь? Он ему говорит, Бог поможет, что говорит, для Бога разве есть что-то невозможное? Он говорит, ну, моя дочка-то привыкла на дорогих машинах ездить, она привыкла, там, одеваться в празднике, все время покупать одежду новую, и не только в празднике, значит, как ты будешь это ей все обеспечивать? Тот говорит, Бог поможет, я, говорит, я знаю, я служу Богу, мне Бог поможет, все. Ну, тот еще пару вопросов задал, тот на все отвечает, Бог поможет, я человек верующий, Бог поможет, все. Потом, значит, он уходит, дочка говорит, папа, ну что? Он говорит, ну, он, конечно, парень странный, говорит, но, говорит, мне тоже понравился, говорит, вот мне только непонятно, почему он меня Богом называет. Так это в анекдоте, он так подумал, что он его Богом... Ну, парень этот, он реально знал, что если ты верующий, то Бог тебе поможет, Бог тебе через этого поможет, через другого поможет. Как-то он, Бог, поможет. У Бога много путей, и Бог не нуждается в наших подсказках, как он нам поможет, и как, откуда придут деньги, то есть придут. Сколько надо, столько придет. Теперь дальше. Это вот меня сейчас очень останавливает эта идея. Есть несколько проектов, и каждый проект, они примерно должны принести одни и те же деньги. Я сижу вот и думаю, вот заниматься, а потом сижу и думаю, может вообще ничем не заниматься, вот буду лучше учить Тору, это же приятнее. А как же деньги? Бог поможет. То есть как-то он пришлет. Как-то он пришлет деньги. Не через этот проект, а через этот, не через то, так через то. То есть, а не пришлет, так в принципе, значит, не надо. Значит, на этом этапе жизни можно прожить. Просто вот занимаюсь. Я сегодня утром походил, побегал, значит, купил сельдерей. Вот такой вот купил где-то килограмма-полтора сельдерея за пять шетеля. Это полтора доллара. И думаю, сейчас этот сельдерей в блендере размешаю и выпью. То есть, получается, полтора килограмма сельдерея за полтора доллара. Отлично. Но я не знаю, хватит ли мне на день, например, этого. Но быку же хватает, например, полтора килограмма травы на день. Может быть, мне хватит. Вот. То есть, каждый человек получает на том этапе жизни, в котором он находится, то, что ему надо и достаточно для роста. И Бог ему может помочь, и у человека есть выбор всегда двигаться в каком-то направлении. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Значит, в недельном главе мы изучаем, мы изучаем, так как мы в Израиле, это глава называется «К души». Это про святость. Будьте святыми. И вот объясняется нам, как быть святыми. Значит, давайте почитаем Тору. Очень важные сегодня такие конкретные советы. Что значит быть святым человеком? Давайте узнаем. Значит, говорит Всевышний в Торе еврейскому народу так. «Лот а су авэль ба мишпад». Не делайте. Авэль – это искривление суда. Греха в суде. Не искривляйте в суде. «Лот а су авэль ба мишпад». Не лицеприятствуй бедному. Вло теадер пне гадоль. И не восхваляй, не угождай великому. Бецедек тишпотаметеха. По справедливости суди ближнего твоего. Значит, что говорит нам Бог? Бог нам говорит следующее. Ты не можешь в суде изменять. То есть, вот есть справедливость. Например, судится друг с другом. Судится бедный человек и богатый. Бедный человек, он шел, шел, шел. И он палкой. Бедный, слепой даже. Пускай он будет. И он слепой палкой сломал зеркало Роллс-Ройсу богатого. Прям ударил палкой по нему. А потом еще пнул ногой этот Роллс-Ройс. Потому что, ну, он разозлился, что он ему мешает идти. Значит, сидит судья и думает. Вот это он бедный такой. Он, значит, он бедный. Он слепой. У него денег нет. Одна пенсия. А зеркало стоит там столько, сколько его месячная пенсия. А богатый, он же богатый. Какая ему разница? Значит, я бедному сейчас скажу, что он не виноват. Нельзя. Нечестно. Должно быть честно. То есть, по-честному сломал, разбил. Должен заплатить. Тот может богатый ему простить, если захочет. Но суд, это суд. Должно быть справедливо. Теперь другой судья сидит в соседнем зале. И заходит в суде Собчак. Собчак заходит. И эта Собчак, она судится с какой-то там просто бабушкой на скамейте. И бабушка на скамейте, она Собчак послала, там сказала, что она женщина легкого поведения, наркоманка. И Собчак на нее подала в суд за оскорбление. Теперь судья думает, ну что Собчак, такая она известная. Я как-то сейчас скажу, да ладно, ну бабка, засужу эту бабку. А потом думает, нет, написано же в Торе, все по справедливости, честно. Должно быть честно. Суд, это справедливость, честность, независимо от того, кто тот человек, ты должен судить за действия. И здесь очень важно, очень важно, вот смотрите, получается, что мы, если мы это перенесем на обычную жизнь, то обычно человек, он очень зависим от того, кого он судит. Например, если он себя судит, то он, там, что бы он ни сделал, у него есть оправдание. Вообще всегда, вот что бы он ни сделал, любой человек, он найдет для себя миллион объяснений, оправданий, почему он мог так сделать. Теперь, ну если другого он судит, так он уже тут прокурор, как же так, это вообще, как так можно, как так можно поступить? То есть, он видит в чужом глазу соринку, в своем бревно не замечает. И это как раз то, что Настора предупредила. Не искривляйте в суде. Дальше. Следующий совет, не совет, а прямо указание, приказ. Всевышний нам говорит, «Лот и лех рахиль бэмэха, не ходи с плетником в народе твоем, лот амот альдам рэха аниашем, не стой на крови ближнего твоего, я Бог». Значит, ну, не ходи с плетником, понятно. Сплетники – это те люди, которые ходят, приходят, а ты знаешь, что он про тебя сказал, а ты знаешь, что он сказал, а ты знаешь, что он сделал. О, ты вообще, ты просто даже представить себе не можешь. Это сплетник называется. А кто такой стоящий на крови ближнего? Здесь простое есть, простое такое, да, объяснение. Вот, например, идет человек по… Есть тоже известная история, как в Америке на Брайтон-Бич стояло два русскоязычных иммигранта, и они видят, американец тонет. И он кричит им, «Help, help me, help me». И кричит, он кричит, «Help me», и, значит, утонул. Они стоят, один другому говорит, «Ну что, Сёма, помог ему его прекрасный английский?» Видишь, не помог. Значит, английский учить не обязательно. Они в этот момент нарушили вот эту вот заповедь, что не стой на крови ближнего твоего, что они не убили его, но они могли его спасти. И когда ты не спасаешь человека в ситуации, когда ты мог спасти, то это нарушение вот здесь, значит, не стой на крови ближнего. Но и дальше есть, заканчивается этот отрывок словами «я, я Бог». Зачем здесь написано «я Бог»? То есть, ну, вдруг в предыдущем же отрывке не написано, не написано в Торе, в каждом отрывке не написано «я Бог» в конце. Хотя все это сказал Бог. Теперь объясняет нам устная Тора, что есть грехи, в которых очень сложно определить вину человека. Сплетник. Сплетник, он может сказать, да я с лучшими побуждениями, да я хотел просто предупредить, что все знали, да я эту сплетню сказал, потому что я думал как лучше. Я вообще, любого человека спроси, самого преступника он тебе всегда скажет «я думал как лучше». Теперь, или те, которые стояли, он кричал «help me». Я думал, он шутит, я не знал, что он тонет реально. Да я вообще, ну, подумал, если я поплыву за ним, так и я утону. Это все отговорки. Вот здесь написано «я Бог» во всех преступлениях, в которых человек, ну, вот сомнительно его вина, он должен знать, что люди, может, и не определят вину. А Бог всегда с нами, Бог всегда с нами. И Бог сказал, что в конце «Экклезиаста» он сказал, что «я», говорит, «вы коль давар, яви ладимлями шпад, каждую вещь приведет Бог на суд, коль наилам, все скрытое, им то вы им ра, и хорошее, и плохое, что Бог приведет на суд, даже хорошие вещи он будет знать, что было в сердце у человека. А плохие вещи так тем более. И что? Все очень просто работает. Есть Мишна тоже в Пертьявод, там стоял Елель, такой был великим мудрец Елель, он стоял и смотрел, как череп плывет по рите. И он сказал этому черепу, «за то, что ты топил», он как бы, он видел, он видел насквозь, как пророчество такое, он говорит, «за то, что ты топил, утопили тебя, а в конце, говорит, утопившие тебя будут утоплены». То есть все возвращается, все в этом мире возвращается, и даже если человек, тот, про кого говорят сплетню, он не узнает об этом никогда, здесь прямо написано слово «Я Бог». «Я Бог всегда с вами верный в воздаянии добром и верный во взыскании за грех». Прямо, видите, написано «Нейман ли шалем сахар», Бог, он может быть уверенным, что он заплатит тебе награды за хорошие поступки, «Венейман ли пора», и может быть уверенный, что он точно взыщет за нарушение, за преступление. Дальше идет следующий отрывок, очень популярный, это все очень популярно, действительно, но здесь нам объясняется, как быть святым перед Богом. Оказывается, быть святым перед Богом, это быть в хороших отношениях с людьми. Он дальше говорит «Не ненавидь ближнего брата твоего в сердце твоем». В сердце нельзя. «Увещивай ближнего твоего в лотиса и не понесешь за него греха». Вот как вы поняли, вот давайте. Это как раз ярчайший случай, как можно одно и то же предложение понять вообще абсолютно разными, ну вообще разными-разными способами. Вот смотрите. Первое по-простому. «Не ненавидь брата в сердце твоем». Как можно понять? В сердце не ненавидь. В сердце, то есть не копи в сердце, это как многие говорят. Если тебе кто-то не нравится, да, что-то вот ближнее живут, вот муж с женой, есть такое, некоторые советуют. Так сразу скажи, не держи в себе. Не нравится тебе что-то, скажи. Можно так понять? Не ненавидь в сердце твоем. Если у тебя поднимается какая-то ненависть, скажи об этом. Можно так понять, правильно? Но можно сказать и по-другому, что если у тебя есть ненависть в сердце, убери ее. А как ее убрать? Найди для него оправдание, как ты для себя находишь. Все, тогда ты уберешь ненависть в сердце. Или выскажи ее. То есть тут непонятно. Можно и так понять, и так понять. Дальше. «Увещевай ближнего твоего». Значит, отлично. Если мы идем по первому пониманию, то у тебя в сердце поднимается ненависть. Ты берешь и вслух его начинаешь увещевать. «Зачем ты так сделал? Как ты мог так сделать? Ты такой, ты плохой, ты там делаешь неправильно». Это если мы идем по первому варианту. По второму варианту, если мы идем, что если у тебя есть ненависть в сердце, то есть если ты можешь не ненавидеть в сердце, наоборот, убрать ненависть в сердце, только в этом случае ты можешь увещевать ближнего. Потому что если ты увещеваешь его в ненависти, то как он тебе ответит? Он тебе ответит сразу, так же он тебе ответит. Как Саисалмон нас учил, что как человек смотрит в зеркало, в воду и видит свое отражение в воде, так же сердце человека отражает твое к нему отношение. То есть если у тебя есть в сердце ненависть на человека, ты начинаешь его увещевать, то начинается конфликт и скандал. Получается, что если ты убрал ненависть из сердца, тогда ты можешь его увещевать. Равыцкак Зильбер, Зехраноц и Икли Враха, он, например, когда шел в субботу и видел, что кто-то нарушает субботу, он подходил и очень мягко говорил людям, что вы знаете, сегодня суббота, нельзя курить, не надо включать свет и так далее. И на него не обижались люди. Почему? Потому что он это говорил с любовью в сердце, у него не было ненависти. Он просил, вы же евреи с суббота и так далее. Получается, что если мы идем по первому, то тогда это разжигает конфликты. То есть если ты в сердце ненавидишь, и еще и начинаешь его увещевать, будет конфликт. Если мы идем по второму пониманию, что ты должен прежде всего убрать из сердца ненависть, и только потом увещевать, тогда выло теса лавхэд, тогда ты не понесешь за него греха. Но получается, смотрите, какая интересная штука, вот очень интересно. Если ты начинаешь в сердце ненавидеть ближнего, а тебе сказали не ненавидеть брата твоего, если ты начинаешь его увещевать, а в это время начинается скандал, то тогда получается, что может быть ты понесешь за него грех, ты с него заберешь грех на себя. То есть то, за что ты его увещеваешь, и это вызывает конфликт, оно может быть, а кажется, что теперь ты виноват. Представляете, какая вообще, какая получается у нас история интересная. То есть если ты, вот у тебя есть твой брат, ты его ненавидишь в сердце, ты ему говоришь, ты неправильно поступил, ты делаешь зло, он тебе говорит, я зло не делаю, это ты делаешь зло, и начинается конфликт, то оказывается, он тебя втянул в зло. Это как когда ты, например, про кого-то передаешь сплетню, то та же самая история, ты приходишь к человеку, и говоришь, ты знаешь, дружище, братишка, я сейчас тебе расскажу, я же твой друг, я сейчас тебе расскажу. Твоя жена, и пошел, поехал там что-то про жену, сказал какую-то сплетню. Тот, значит, это друг или не друг? С одной стороны друг, с другой стороны, пошел там развод, дети остались без родителей. Этот друг, вряд ли же он будет тебе как другу относиться? Вряд ли. Вот здесь, значит, давайте посмотрим, что говорит устная Тора. И не понеси за него греха, увещевай его, не стыди прилюдно. О, тут еще есть такой нюанс. Значит, нужно увещевать так, чтобы при этом не брать на себя греха. Потому что, если ты его увещеваешь прилюдно, то получается, то ты, твой грех, что ты его позоришь, он может быть еще выше, чем грех его. Очень видите, как все непросто? Очень все непросто. То есть, мы видим, что человек, который верующий, религиозный, может в такие ямы падать и ловушки, вот благодаря этим отношениям. Был такой великий учитель, великий раввин, Саба Миновардак. Он как-то, он учил Тора, он хотел быть святым перед Богом. Он говорит, вообще, я не понимаю, что мне делать. И он заперся в доме, говорит, я из дома не выйду. Все, я буду отшельником, потому что, как только я выхожу, я попадаю в такие ловушки, да, то есть, с Богом все понятно. Я молюсь, все заповеди Бога выполняю, тут все отлично, все очень просто. Черное, белое, Бог сказал, делать я делаю. Это Бог сказал, не делать я не делаю. А с людьми, мы сейчас один отрывок разбираем, должен я его увещевать, или не должен я его увещевать. Если я его увещеваю, что будет с этого? Очень сложная ситуация. Теперь, дальше еще она усложняется, 18-й отрывок. Лоти ком вэлоти тор, не мсти и не будь злопамятным. Эдмнея Меха, на сыновей народа твоего, да, то есть, это все сложности. Вот многие говорят, вот хочу быть евреем, вот пожалуйста, это очень сложно. То есть, вот эти все нюансы взаимоотношений, ты сразу становишься, попадаешь прямо под вот такой прожектор, все твои нюансы в жизни, что ты ешь, что ты не ешь. Очень сложно, очень сложно быть евреем и в отношениях остаться, не нарушить никакую заповедь. Лоти ком вэлоти сор, титор, не мсти и не будь запамятным. Эдмне Меха, ваавтали Реха Камоха, Ания Шем, и возлюби ближнего, как себя. Главная заповедь, как говорил Раби Атива, возлюби ближнего, как себя, Ания Шем, я Бог, то же самое, Бог говорит, я лично с вами, внутри, я все знаю. Знаю, или ты его ненавидел в сердце, или ты его любил. Зачем ты его увечеваешь? Потому что он тебе не нравится, и ты хочешь его принизить? Или наоборот, ты его увечеваешь, потому что он тебе нравится, и ты его хочешь спасти от греха? Непонятно? Человеку непонятно, а Богу все понятно. Видите, когда идет вот это перечисление сложнейших законов, я Бог. и это главное положение в Торе, возлюби ближнего, как себя. И тут тоже огромный вопрос, потому что, например, возлюби ближнего, как себя. Человек, например, он, 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 астет, он, астет, он любит себя, он считает, что любовь к себе, это быть веганом. И к нему приходит, приходит к нему такой друг его, который любит поесть, любит мяско. Веган ему говорит, я тебе, сейчас я тебя, я тебя так люблю, как себя. Вот тебе, значит, из сельдерея сейчас я тебе, сделаю тебе из сельдерея сейчас этот шейк. Тут говорит, я не люблю сельдерея, я хочу сосисти. Говорит, ты что, это, есть сосисти, это себя не уважать. Тут говорит, нет, наоборот, есть сосисти, это себя уважать. Я люблю сосисти, буду есть сосисти. Он говорит, нет, нет, я прочитал в авторе Раха Камоха возлюби ближнего, как себя, Значит, вот тебе сок из сельдерея, пей. Я люблю себя, будешь пить сок из сельдерея. Тоже непонятно. А не Ашем, я Бог. Значит, Бог говорит, да, этого любит. Он ему сок из сельдерея дает не потому, что он над ним издевается, как думает второй. А второй ему говорит, ты что, надо мной издеваешься? Ты мне, мясоеду, даешь сок из сельдерея? Да ты просто специально это надо мной издеваешься, я обиделся. Понятно, да, идея? Очень сложно. Ладно, дальше мы сегодня уже полчаса. Следующий отрывок я, наверное, на завтра оставлю, потому что он просто удивительнейший отрывок, следующий. Это 20-й отрывок, 20-й отрывок, это просто он удивительный. Насколько нюансы в отношениях, они важны. Насколько вот буквально один нюанс Всевышний, он усложняет, да, он усложняет жизнь еврейскому народу. И это сказал не я, это сказал, это сказал рабе Хананя Байнакашья. Он сказал, родца, кадош бархули закот, это Исраэль, удостоит Израэль, поэтому ирбала им, туравы мисвод. Поэтому он умножил для них Тору и заповеди. Он умножил настолько Тору и заповеди, что есть награда, вот мы сейчас сидим, уже 30 минут разбираем, а на небе прям каждому идет духовная награда, духовный свет, духовная награда, духовный свет. То есть мы уже 30 минут разбираем 3-4 отрывка. Можно дальше целый день сидеть. Я тоже вчера с одним встречался, со своим знакомым, хорошим приятелем, много лет я его уже знаю. И он говорит, вот он бизнесмен, бизнесмен, такой прям богатый предприниматель, там в таких делах, там вообще очень-очень в таких вот, очень масштабных проектах участвует. И он говорит, вот ты знаешь, говорит, я уже столько лет в этих масштабных проектах, говорит, но я знаю, что я, говорит, могу просто сесть в Яшиву, когда-то он учился в Яшиве, и, говорит, буду счастлив в тысячу раз больше, чем сейчас. Уже через 2 недели мне достаточно будет кусочек хлеба, стаканчик чая, и вот так вот это, говорит, такой рай, сидеть, талмуд, разбирать, такое интеллектуальное наслаждение, духовное наслаждение, в белой рубашечке. Сидишь, учишь штору, и служишь свыше, и ничего не нарушаешь, потому что молчишь или учишь штору. Все. Уже если ты не молчишь в отношениях с людьми, то, конечно, нарушить легко. Все, с Божьей помощью, чтобы, еще раз, у нас все уроди сейчас идут, чтобы наступил мир в конце концов. Чтобы эти сумасшедшие люди, которые начинают войну, и усиливают войну, и провоцируют войну, они не могут добиться ничего хорошего войной. Только смерть, разрушение, несчастные люди, несчастные семьи. То есть войной нельзя добиться ничего хорошего. Поэтому, чтобы война закончилась, чтобы люди делали друг другу добро и разбирали, как вот если бы они с такой же тщательностью эти же деньги вложили в то, чтобы сделать добро людям, то в мире было бы просто сейчас бы раз. Столько денег уходит на эти войны. Просто нереально. Можно было каждой семье дать квартиру, каждому там ребенку дать образование, каждому сделать больницы, лекарства, да, и уходит каждый день войны, стоит там миллиарды, миллиарды долларов, а в это время нету дорог, нету школ, нету лекарств. Зачем это все? Все, значит, мы молимся, просим Всевышнего, чтобы Всевышний остановил, чтобы те, кто стреляют, стали религиозными, одумались, или чтобы злодеи, всегда есть инициаторы, чтобы злодеи вот эти вот, они чтобы стреляли в себя. Все, всем удачи и успехов, хорошего дня, здоровья, счастья, благополучия и близости ко Всевышнему. Субтитры сделал DimaTorzok